Что нужно делать, чтобы не сесть в Беларуси? Список возможностей все сокращается, а хитрый российский план в Херсоне становится все более явным. Обо всем этом расскажем в эфире и нехто самые важные и интересные новости. В России теперь можно будет работать с 14 лет. Скрипит Америка зубами, моим убогим не понять. Николаев радуется российскому отступлению, наверное, больше всех. Мы готовим гуманитарную допомогу фуры с ежей, с торлинками, с генераторами. Мы сейчас сразу будем отправлять допомогу людям, которые были под оккупацией. За что еще в Беларуси могут посчитать нацистам? Следите внимательно за своими словами и движениями. Спасибо, что вы с нами. Чтобы закрепить нашу дружбу, не забудьте подписаться и поставить лайк. Это важно для нас с вами. Так нас уже больше миллиона и спасибо вам за доверие. Как только не называли уход россиян из Херсона. Бегством, отступлением или спецоперацией было даже капкановый гамбит. Видимо, что вообще всех запутать. Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает. Может, не так, как в новинах. Но нужно понимать, что никто, ни звони просто так не идет, если не чувствует силы. Ворог не делает нам подарки, не делает жестов доброю воли. Мы все это выборываем. А когда выборешь, нужно понимать, что каждый шаг – это всегда против врага. Это всегда потеря жизни наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без зайвого риска. В интересах освобождения всей нашей земли. И чтобы втраты были как-то меньше. Команда по отмазкам уже выехала. Точнее, получила доступ в интернет. Я точно знаю, что никому это решение не было легко. Ни тем, кто его принимал. Ни нам, кто понимал, что так будет. И все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна – положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым. Новый хит отмазочной команды – это после разговоров о Македонском и Суворове «Спартанская конница». Украинская сторона не зря активно не переходит в наступление и боится, потому что она знает, что мы хорошо используем тактику «Сарманской конницы», и они боятся нарваться и попасть в очередной раз в огневые мешки. То есть для многих обывателей, наверное, это решение выглядит так, что все собрали свои пожитки и просто оттуда ушли. Нет, там будут вестись боевые действия. Останется арьергард, который будет прикрывать отход всех главных сил. А потом, соответственно, под прикрытием огня, как это написано у нас в военных букварях, будет организован отход арьергарда. Как я помню, в России запрещали называть мобиков мобиками, как и войну войной. О чем мы переживаем? Что может случиться такого в Херсоне? Я это называю операцией «Под чужим флагом». В принципе, она попадает под эту квалификацию, что спецназ и десант переодеты, делают долговременные огневые точки в жилых массивах и переодеваются в гражданскую одежду и будут оказывать сопротивление на камеру. Это будет все заснято, что якобы гражданские люди сопротивляются вооруженным силам Украины. А так, скорее всего, они планируют. На самом деле, это и есть прямая дорога на Крым. Да, россияне возвели несколько линий обороны. Да, навезли туда много людей. Но правый берег, с которого они ушли, выше, чем левый. Это значит, удобнее для артиллерии. Главный вопрос – есть ли в этом спектакле акт с заходом ВСУ в Херсон? Перемещение мы фиксируем. Они пытаются использовать альтернативные переправы, которые устанавливают через Днепр, потому что повреждены реальные пути. И то, что они пытаются использовать, в том числе и Каховскую ГЭС, в качестве переправы небольшими партиями, вывозят в основном на мародеренное имущество, конечно. Но есть и факты перевоза техники. То, что они оборудуют рубежи обороны на Левом берегу, тоже длится уже некоторое время, несколько недель. И мы понимаем, что это так или иначе должно было указывать на намерение переносить оборону в более глубокий тыл по отношению к сегодняшней линии фронта. Бои идут, идут позиционные бои, достаточно мощные, сильные. Линия фронта гибкая и продолжает прогибаться под нашим натиском. Но пока это условия военной операции, и они не подлежат разглашению. Как раз в этом отношении и удивляет то, что введение военной операции так нарочито транслируется, подается и продвигается в медиапространстве. А в итоге одна из важных точек. Небольшой населенный пункт Снегуривка был освобожден вооруженными силами Украины. Важный он из-за своего местоположения. Его можно назвать узловым, коммуникационным узлом. Сегодня, 10 листопада 2022 года, было освобождено населенный пункт Снегуривка силами 111-го окременного разведывательного батальона. Слава Украине! Героям слава! Спасибо! 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 Еще один важный момент в освобождении Херсона. Никто больше не обстреливает Николаев так сильно. Российская артиллерия отошла дальше, чем нужно для систематических обстрелов города. Природа очистилась настолько, что Николаев готов собирать гуманитарную помощь для Херсона. Будем ждать официальных сообщений Збройных сил. От себя скажу, что на сейчас представители влады района уже, скажем так, близко, давайте, чтобы не открывать все карты. Мы готовим гуманитарную помощь, фури с ежей, с тролинками, с генераторами. Мы сразу будем отправлять допомогу людям, которые были под оккупацией. Тривальный час. Поэтому я тоже хочу с вами всем поделиться, но должен ждать официальных подтверждений. Но я знаю, что все хорошо. Работать можно уже с 14 лет. Теперь в России так. По крайней мере, об этом написано в пояснительных записках к изменениям Трудового кодекса. Разрешить несовершеннолетним работать планируют официально по причине санкционного давления недружественных стран. То есть такой шантаж, которого, наверное, еще никто не делал. Скрипит Америка зубами, но им убогим не понять, что никогда Владимир Путин не посрамит Россию, мать! Из Орловской области на фронт отправляют самое нужное – чеснок. К слову о снабжении мобилизованных россиян, 15 килограмм чеснока приедет наконец-то на фронт. Правда, пока солдаты боятся его есть, такое количество может выдать позиции на большом расстоянии. Секрет кругов на полях раскрыт. Это не инопланетяне. Во всяком случае, в Крыму. Хотя, может, и инопланетяне, которых заставили рыть окопы. Вот так на перешейке, контрольном пункте возле Чангара, на административной границе с пока еще оккупированным Крымом, выглядит укрепление, вырытое российскими военными. В Симферополе разбился бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Ременюк, он же глава бывшей украинской партии «Русь единая». Крымские медиа пишут, что депутат возвращался с празднования, его остановила полиция, предложили пройти тест на алкоголь, а тот бросился за руль и устроил гонки, в результате которых пополнил статистику ДТП со смертельным исходом по оккупированным территориям. Живе, Беларусь! Теперь это что-то из нацизма. Во всяком случае, так считает в Министерстве внутренних дел Республики. Там, правда, есть еще одно условие. Нужно поднимать правую руку с распрямленной ладонью. Так что, если у вас это получается автоматически, поздравляю, для Беларуси вы нацист. Правда, вряд ли кто-то будет ждать, пока поднимется правая рука. Вряд ли кто-то будет разбирать, какая именно рука поднялась. И, может быть, вы просто подумали об этом, а поднять не успели. Вас задержат превентивно. Объяснение этому в Беларуси тоже придумали. Это вроде как было символом 13-го белорусского полицейского батальона СД и 30-й пехотной дивизии ВАФ НСС. Ну, ничего нового. Зигуем и идем дальше. Кстати, про настоящих нацистов. Те же самые люди, которые говорили, что спорт вне политики, создают ролик, в котором призывают на предстоящем чемпионате мира по футболу болеть за сборную Сербии. Давайте посмотрим почему. Жду ваших комментариев. А пока у меня все. Спасибо, что смотрите. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Таким образом, нас будет становиться больше. А это значит, что больше людей будут знать правду и иметь доступ к проверенной информации. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова